Девушки отдыхают. Вчера около 10 часов утра четверо вооруженных в масках ворвались в один из магазинов, который находится по проспекту. Нападавшие выстрелили в воздух, разбили витрины и забрали ювелирные изделия. В результате никто не пострадал. На место происшествия выехали следственные группы Днепровского отдела полиции. Введен оперативный план «Сирена». По словам замначальника полиции, причинами совершения подобных преступлений являются слабая техническая оснащенность как ювелирных магазинов, так и ломбардов. Андрей Долиной настаивает. Охранные мероприятия в таких учреждениях должны проводить государственные, а не частные службы. С утра, когда количество и плотность перекрытия нарядами города уменьшено, это преступление квалифицированное, то есть оно готовилось, изучалось, проводилась реконсировка. То есть преступники ехали не на облом лазере, а действительно готовились к данному совершенному преступлению. В настоящий момент идет оперативно-розыскная работа и есть первичные результаты по возможному его раскрытию. Почти 10 лет ни денег, ни жилья. Обманутые вкладчики строительной компании «Константа» снова вышли на улицу защищать свои права. В этот раз собрались у стен мэрии с просьбой, чтобы новая местная власть помогла решить их затянувшуюся проблему. Подробности далее в сюжете. Любовь Владимирова, как и более чем 250 вкладчиков «Константы», годами добиваются справедливости. Сегодня обманутые и брошенные вышли на митинг с требованием уже к новой местной власти помочь. Дом-то он на видном месте. И он не то что в основании фундамента, а уже был бы этот. И если бы хотели кого-то призвать к ответу, уже бы давно. А так 7 лет и никто ничего не призвал. После нескольких минут митинга ко вкладчикам вышли представители городской власти со встречным предложением. Создать специальную рабочую группу для решения затянувшейся истории с «Константой». В задачу которой будет входить изучение этого вопроса для того, чтобы найти наиоптимальнейший путь, самый оптимальный путь решения этой проблемы. Я могу сказать одно, и вы это прекрасно знаете, что сегодня по действующему законодательству у Запорожского городского совета нет легитимных полномочий для решения этого вопроса самостоятельно. Вы об этом прекрасно знаете. Но от органа местного самоуправления зависит правильная координация этой работы. Точно сказать, когда заработает рабочая группа, местные власти не могут. Назвали примерные сроки. Также в ее составе будет один из складчиков, которого выберут пострадавшие. Рабочая группа сегодня в подготовке. Это распоряжение в подготовке. Я думаю, что на этой неделе она будет уже окончательно сформирована и создана. Я думаю, что в нее ее будет возглавлять первый заместитель мэра. Напомним, что по решению суда вкладчики должны получить компенсацию от застройщика до 2 марта 2016 года. Ни компенсации, ни квартир нет до сих пор. Оксана Заводовская, Олег Мовчиннюк, ТВ5. Дом снести, жильцов расселить. Горисполком признал аварийными два многоквартирных дома в Заводском районе. Согласно проекту решения, для жильцов бараков по улице Посадочная 17 и 19 должны подыскать новые квартиры. Но в какие сроки жильцы получат новое жилье, пока неизвестно. Стоимость покупки 20 квартир, предполагают в департаменте ЖКХ, обойдется почти в 12,5 миллионов гривен. Всего же в Запорожье 402 дома не подлежат капитальному ремонту. Бизнес и партнеры. В Запорожье предприниматели впервые собрали на всеобщую бизнес-встречу. Представители малого и среднего бизнеса смогли пообщаться с ведущими специалистами, государственными структурами и даже с представителями власти. О чем говорили и что волнует сейчас запорожский бизнес, выясняли наши корреспонденты. В Украине подобные бизнес-встречи проходят давно и регулярно. В Запорожье в таком формате предприниматели встретились впервые. У них накопилось немало вопросов. Встречу разделили на три блока. Среди спикеров работники налоговой службы, пенсионного фонда, центры занятости. На мой взгляд, это мероприятие действительно очень нужное и полезное, потому что не всегда частные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса могут получить ответы на свои вопросы прямо в одном месте. Это и информационные, и консультационные услуги, и финансовая поддержка. Именно об этом я постаралась рассказать сегодня участникам форума и ответила на их вопросы. С не меньшим интересом предприниматели ожидали встречи с местной властью. У малого и среднего бизнеса накопилось к чиновникам множество тем для обсуждений. Я для себя почерпнул один факт, что на сегодняшний день, к сожалению, не возникает вопросов, почему в Запорожье и вообще в Украину не идут инвестиции, не идут деньги, для того, чтобы население и Запорожье, и Украины стало лучше жить, каким образом могут улучшаться медицинские услуги. Как средний статистический житель может получать качественное медицинское образование? Потому что, с одной стороны, с точки зрения власти и государства, оно вроде бы как бесплатное, но с другой стороны, вы можете обратить внимание, что давным-давно ничего бесплатного нет. Местные власти утверждают, диалог между государством и бизнесом нужно налаживать. Моя задача убеждать бизнес вкладывать деньги и возвращать инвестиции назад в нашу Украину, которые они поспешно выводят с каждым скачком курса доллара. Приняли стратегию области до 2020 года, и конкретно в этой стратегии есть заложены те первоначальные шаги навстречу бизнесу и инвестору, который готов вкладывать деньги в наш регион. Поэтому у нас есть стратегия, в рамках которой предусматривается поддержка бизнеса, создание технопарков, колоркин-центров, и мы готовы это делать и внедрять уже с сегодняшнего дня. Всего на бизнес-встречи побывало более 140 гостей. Подобные мероприятия решили проводить и в дальнейшем. Евгения Маловик, Олег Мовченюк, ТВ5. Тестирование уже близко. С 1 февраля в Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание. Документы еще можно подать до 4 марта. В ЗНУ уже прошел региональный научно-методический семинар, посвященный проблемам учебного и организационного обеспечения ВНО. Подробности знает Кристина Залевская. Ирина еще с прошлой осени готовится к тестированию по истории и украинскому языку. Говорит, поступать планирует только на бюджет. Других вариантов у нее нет. Сейчас переживает за организационные моменты и регистрацию сертификатов. Хочет сразу подать документы на 5 факультетов в один вуз. Я пришла узнать точную информацию по поводу ЗНОП, потому что все расплывчато. Но сейчас мне уже более ясно, потому что я уже больше половины прослушала. У меня выбор велик, и я пока еще не определилась именно со своей специальностью. Потому что мне многое интересно. Но мне также интересна журналистика и биология мне интересна. 4 марта заканчивается регистрация на ВНО. Исправить ошибки и перерегистрироваться можно будет до 18 марта. В этом году абитуриенты сдают два базовых предмета – украинский язык и литературу. А также на выбор выпускника, история или математика. Эти предметы будут засчитаны как результаты итоговой государственной аттестации. У разу, если они получают оценку несклав, то нужно сразу решить свою подальшую карьеру освятную, как продолжать. Потому что этого года не возможно будет вступить до любого вишу без ЗНОП, и получают, конечно, бал в 12-бальной шкале, для того, чтобы получать его в додаток до аттестата, и обрабатывать средний бал аттестату, который снова таки важен для вступа до высшего навчального заклада. Помимо двух базовых предметов, абитуриенты сдают в ВНО по дисциплинам, которые требуют вузы. Поэтому прежде чем регистрировать сертификаты, необходимо определиться со специальностью и учебным заведением, говорят специалисты. В этом году подавать документы можно максимум на 15 факультетов. Абитуриенты с особыми потребностями должны пройти регистрацию на ВНО и предоставить медицинскую справку в соответствующий региональный центр. Для них создаются необходимые условия для сдачи сессии. Все, что в межах нашего обеспечения, мы это делаем. В разе, если этого не возможно створить, такие условия на пункте тестирования, им отмывают в регистрации. И это у них есть основа, отмова в регистрации есть основа, что они будут вступать в высший навчальный заклад на основе внутренних испытаний, и уже тут проходить какой-то конкурсный отбор. Уже 5 мая все абитуриенты с аттестатом о среднем образовании приступят к сдаче ВНО. Исключение ученики вечерних школ. Они имеют право отказаться от тестирования. Основная сессия продлится до 17 июня. Ну, сейчас я готовлюсь к математике и к биологии, ну и к украинскому языку. Я уже давно начала к нему готовиться, уже имею понятие, о чем там будет. А вот математика для меня немножко сложнее. Вот, биология больше уверена. Каждый университет устанавливает свой проходной бал по результатам тестирования. Особое внимание специалисты просят обратить на новые специальности в вузах, которые были утверждены в декабре прошлого года. Кристина Залевская, Константин Грушко, ТВ5. Вкусная страна в одном издании. В рамках международного фестиваля книжная толока Константин Грубич презентовал в Запорожье свою книгу «Смачна краина». Известный телеведущий не только рассказал о поисках интересных рецептов, но даже провел мастер-класс по приготовлению карпа. На импровизированной кухне побывала и наша съемочная группа. 300 страниц самых интересных и вкусных блюд. Автор книги Константин Грубич собирал их во время съемок передачи «Смачна краина». Издание объединяет рецепты со всех регионов Украины. Помимо традиционной национальной кухни, читателю предлагают и весьма нестандартные блюда. Это может быть и жабячие лапки, это может быть и торт шахтарский, або наполеон, который совсем не украинский. Но он так вошел в наши украинские семьи, что почти всюду его готовят. Это наша страва или нет? Это мой субъективный взгляд. Главное, чтобы люди, прочитавши эту книжку, немного порадили и все-таки переконались, что они живут не в наибольшей стране в мире. Рецепты в книге – это своего рода журналистские байки, ведь каждая поездка Константина сопровождалась приключениями и смешными историями. Побывал телеведущий и в Запорожской области. На березе Днепра, это такая была скрыня, залезный такой ящик, и там в середине на гелочках коптилась рыба. Тут же мы не можем от этого влаштовать. А вот в таком футляре из соли, короб по-селянски, сейчас пробуем сделать. Рецепт этого блюда телеведущий нашел в Донецке. Карп здесь всему голова. Для начинки использовали креветки, лук, шампиньоны, сыр, сладкий перец и специи. Под руководством Константина трудилась команда добровольцев. Для кого-то это были первые шаги в кулинарии. Умничка! Ну все, и что посыпай. Вот здесь вот так вот. Не бойся. Мы видим, что это реально интересно людям. Это то, что отучить, подумать. Это та справа, которой мы занимаемся все дня. Но за помощью таких книжек, таких заходов, программ, фестивалей мы можем на это с другого бокса. Во время мастер-класса Константин Охотный общался с запорожцами и делился кулинарными секретами. Его смачна краина вызвала не только гастрономический интерес, но и в который раз доказала, Украина едина, пока традиции ее живы. Мария Маркелян, Эдгар Копытов, ТВ5. Они подскажут, что нужно делать, чтобы быть в тренде, стать душой компании и найти свою любовь. Заряд позитивной энергии от Тани и Никиты в программе «Планшет» через несколько минут на ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред.эт.tv5.zipi.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00.